МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казани обсудили лечение редкого заболевания, что поможет пациентам опередить недуг. Все это и многое другое расскажем прямо сейчас. Это Вести Татарсана на канале Россия 24. В студии Эльмира Заляева. Здравствуйте. Сегодня авиакомпания «Татарстан», которой принадлежал злополучный «Боинг», дала первое за время трагедии интервью. Что рассказали они журналистам, узнаем из выпуска новостей. А вот какова была обстановка внутри компании, поговорим с бывшим сотрудником. Это во второй половине часа, а пока главным темам. Сегодня, спустя два дня после трагедии, авиакомпания «Татарстан», а именно ей принадлежал разбившийся в Казани «Боинг», дала комментарий. Выяснилось, пилот, управлявший самолетом, впервые за всю практику выполнял заход на второй круг. А изначально злополучный «Боинг» должен был отправиться совсем по другому рейсу. Говорили и об исправности техники. Дарья Турцева обо всем по порядку. В пресс-конференцию генеральный директор авиакомпании Оксан Гениатулин предложил начать с минуты молчания. Директор был подавлен, он практически прятался за столом и микрофонами. Говорил, едва слышно. У журналистов десятки вопросов, но на большинство внятных ответов так и не получили. О техническом состоянии самолета Гениатулин говорил только то, что борт соответствовал всем техническим требованиям и отказывался что-либо комментировать, пока не будет официальных результатов расследования катастрофы. Единственное, что удалось узнать, что 15 ноября, за два дня до трагедии, самолет побывал на ремонте. Ему заменили некоторые детали, но какие, руководство авиакомпании не знает. В самолете меняются узлы, агрегаты, как на любой другой технике. Самолет соответствовал на момент выпуска. Я вам ответил конкретно. Я еще раз говорю, я не могу вам сказать, потому что меняется что-то каждый день, как и на любой другой технике. Еще раз я вам говорю, я не могу знать каждый дефект, который устраняется. Для этого есть специальная плановая служба, инженерная служба. Но я повторяю, что самолет был выпущен в состоянии технической летной годности. Одна из версий причины катастрофы могла стать ошибка пилотов. Известно, что у командира экипажа стаж больше 20 лет. Он налетал 2500 часов, из них ночью 1000. Очередной вопрос, был ли у него опыт захода на второй круг. Остался без внятного ответа. Про второй круг вы в курсе, нет? Случалось ли ему до этого выполнять этот маневр или не случалось? Я думаю, что нет. В последний полет экипаж отправился, не получив зарплату. Авиакомпания задолжала работникам месячный заработок. В долгах и перед аэропортом, за обслуживание и перед топливозаправочной компанией. При этом генеральный директор оценивает положение компании как стабильное, отмечая, что такое характерно для многих авиакомпаний. Сейчас в парке у Татарстана осталось 7 самолетов. От еще одного старого Боинга планируют отказаться. Хотят летать на аэробусах. Впрочем, они тоже не новые. Средний возраст самолетов этой марки 7-8 лет. К импровизированному мемориалу возле второго терминала аэропорта сегодня продолжают нести цветы. Здесь множество букетов. Не только от родственников погибших, но и от простых казанцев. Никого эта катастрофа не оставила равнодушно. Сюда приходят целыми семьями. Приезжают с коллегами по работе и даже спортивными командами. Дарья Турцева, Адель Мандубаев, Вести, Татарстан. А накануне следователи изъяли один бортовой самописец и внешний защитный бокс черного ящика. Их отправили на изучение в Москву. Уже этой ночью они прибыли. Андрей Кондрашов присутствовал при разборе. Черные ящики доставили из Казани в Москву поздно ночью. Теперь они в научно-техническом центре МАКа. Еще не ясно, в каком состоянии самописцы, но ясно одно, что тайна крушения Боинга теперь здесь. Та самая лаборатория, куда после любой авиакатастрофы доставляют железных свидетелей, находится под землей. Этаж минус первый, но по ощущениям едем долго. Технические специалисты Межгосударственного авиационного комитета в спецодежде. Обязательно перчатки и респираторы. Вот самописцы, с которыми им предстоит работать не одну ночь. Как бы вы оценили состояние этого ящика? Обычно примерно так же? Бывает хуже или лучше? Нет, это очень серьезное повреждение. Хуже было, но нечестно. Несмотря на то, что разбившемуся Боингу было 23 года, его параметрический самописец довольно современный. В нем флеш-карта на 25 часов записи, скрытая за прочной оболочкой. Регистратор в состоянии пережить пожар в течение 15 минут, он может целый месяц лежать под водой на глубине в 6 километров. Поэтому вскрыть такую защиту непросто. Можно надеяться, что данные будут сохранены. Но мы надеемся. Именно надеяться, потому что при всем хорошем с виду состоянии микросхемы могли пострадать от удара. Если запись не повреждена, то черный ящик откроет немало. Что стало причиной катастрофы? Человеческий фактор или технический? Правда ли, что пилоты, уходя на второй круг и снимая самолет с автопилота, могли просто забыть в ручном режиме поднять тягу? Регистратор должен хранить данные оборотов двигателей, давление топлива и гидросистем, отразить факт уборки и выпуска посадочной механизации. Что-то должно прояснить причину этого страшного момента, когда Боинг летел колом в землю. Обычно так и приходится применять грубую силу, чтобы добраться за истином. Это тот самый момент, когда от уникальных специалистов требуется грубая мужская сила. Перед ней черный ящик Боинга, в конце концов, сдается. Это и есть бронестакан. Бронеконтейнер, да. В нем уже находится другая часть. Все по законам жанра. Ларец, утка, яйцо, а иголка – это микросхема, в которой возможна техническая разгадка катастрофы. Психологическую разгадку чаще хранит голосовой самописец. И вот здесь неприятный сюрприз. Речевой капсулы не оказалось. Речевого самописца не сохранилось, правильно? Речевого самописца не обнаружено на месте происшествия. Обнаружен вот только этот корпус. Вот из него вылетел контейнер аналогичный этому. При ударе о землю 4-килограммовый модуль мог вылететь как снаряд. В прочном корпусе остались только дыры. Возможно, капсула лежит еще где-то здесь. Разброс обломков в Казанском аэропорту в радиусе 500 метров. А возможно, модуль сгорел во время взрыва топливных баков. Пожар не могли потушить почти 12 часов. В любом случае, пока последние переговоры экипажа самолета остаются неизвестны. Но работа над восстановлением картины катастрофы все равно идет полным ходом. За всю ночь и в подземных лабораториях, и в кабинетах МАКа свет так и не погас. Андрей Кондрашов, Андрей Ергашев, Евгений Кириленко. Вести. Позже, как сообщили информационные агентства, поиски речевых записей ведутся на летном поле, но пока они не обнаружены. Все эти записи будут тщательно изучены, проанализированы следователями и экспертами. Уже назначена судебно-химическая экспертиза топлива, изъятого с места заправки лайнера в аэропорту Домодедово. Эта экспертиза будет проведена специалистами Государственного НИИ гражданской авиации. В ходе осмотра места происшествия, который, кстати, еще не окончен, из земли извлекли двигатель Боинга. Следователи также обнаружили и изъяли один из бортовых самописцев, а также внешний защитный бокс второго черного ящика. Однако поиски его внутренней части пока продолжаются. После получения следствием заключения МАК будет решаться вопрос о назначении судебно-технических экспертиз, которые и позволят сделать выводы о причинах трагедии. И как стало известно, буквально несколько минут назад Межгосударственный авиационный комитет уже обнародовал расшифровку черных ящиков. По их данным, снижение самолета заняло порядка 20 секунд. В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с нормативной схемой. При заходе на посадку один из двух автопилотов был отключен, и дальнейший полет осуществлялся в ручном режиме. Но полную расшифровку можно посмотреть на сайте МАКа. Чтобы опознать тела погибших, следствие назначило тысячу судебно-медицинских и геномных экспертиз. Планируют еще столько же. По последним данным Следственного комитета, генетический материал взяли у 36 родственников. Столько займет процедура опознания в репортаже Светланы Салмановой. Работа в центре судмедэкспертизы продолжается и днем, и ночью. По последним данным, около полутора тысяч фрагментов тел погибших в авиакатастрофе доставлены, и чуть больше 70 изучены. Со всеми родственниками погибших работают исследователи и психологи. Родным предстоит тяжелое испытание опознания. В очаге МЧС проводит подъем крупных отломков. И мы полагаем, что мы найдем крупные фрагменты, по которым в первую очередь, конечно же, будет проведена работа по описанию, но и, конечно же, генетические исследования. И сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение. 10 человек можно считать условно опознанными. В Министерстве здравоохранения, а они рапортуют ежедневно, эти данные опровергли. Появилась информация, что 10 тел опознанных. Это не правда? Нет. Нет. Родные сдают кровь на генетический анализ. Но не все могут приехать сами. Здоровье не позволяет. Для них создали мобильные группы. По двум адресам они уже выезжали. В Казань прибывают родственники погибших, как из регионов страны, так и из-за рубежа. По информации от Министерства здравоохранения и республики, процесс опознания займет 2-3 недели. По мере поступления информация будет обнародована. Светлана Сталманова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Сегодня на протяжении всего дня в Казань прибывают родственники пострадавших до столицы Татарстана. И обратно их бесплатно доставляет аэрофлот. Размещают родных в гостиницах. С ними работают почти полсотни психологов. Екатерина Белалова продолжит тему. Родственники погибших в авиакатастрофе размещены в отеле возле железнодорожного вокзала в центре Казани. Люди продолжают сюда заселяться. Представители авиакомпании Татарстана обещали компенсировать все расходы на проезд до Казани. Компания готова возместить расходы на авиаперелет эконом-классом, проезд поездом, купе и на автомобиле. По вопросу компенсации необходимо обращаться по телефону. Вы сейчас их видите на экранах. Аэрофлот объявила о бесплатной перевозке родственников до места трагедии и обратно. В пунктах временного размещения родных погибших организован штаб. Здесь работают медики, психологи и представители авиакомпании. В данный момент оперативный штаб МЧС России с психологами и прочими сотрудниками, которые работают с семьей погибших. Располагается здесь. С людьми ведется активная работа. Все сотрудники на данный момент заняты. В холле гостиницы тишина. Люди тяжело переживают трагедию. Психологи МЧС круглосуточно дежурят в отеле и работают с каждым индивидуально. По необходимости сюда подъезжают еще специалисты. Они же сопровождают родственников в бюро судмедэкспертизы. Екатерина Белалова, Рустам Садриев, Вести, Татарстан. Сегодня Рустам Мениханов встретился с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турецкой республики. Президент отметил, что сегодня с этой страной у Татарстана тесное взаимодействие в разных отраслях экономики. Обсудили дальнейшее сотрудничество. Сегодня в Россию прибудет американская межведомственная делегация. Специалисты окажут помощь в расследовании крушения. Для компании-производителя самолетов это обычная практика. Эксперты, это представители Федерального авиационного управления США и компании Boeing, вылетают в Москву, а затем прибудут в Казань. За планированную встречу с российскими официальными лицами администрация Барака Обама выразила соболезнования родным и близким погибших, сообщает и Тартас. Сегодня аэропорт Казани работает в штатном режиме. В 10.15 сел самолет из Стамбула. Это был последний из задержанных накануне рейсов. После воздушные ворота республики принимали и отправляли борты по запланированному расписанию. Как нам сообщили в пресс-службе аэропорта, задержанных и отмененных рейсов нет. Тем временем авиакассы несут убытки. Из-за трагедии в аэропорту Казань люди начали сдавать билеты на самолеты. Нашим корреспондентам удалось связаться с авиакассиром. По словам специалиста, билеты начали сдавать накануне. Причем количество возвратов больше, чем обычно. Причина сдачи билета то, что люди сидели в ожидании в аэропортах, не могли вылететь. Посадочные талоны сдавали по разным направлениям. Звонки поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Тем временем из желающих вернуть билеты во многие кассы выстроились очереди. А сейчас к другим темам. Связи регионов страны на международном уровне обсудили сегодня на совместном заседании Комиссии Совета Законодателей по проблемам международного сотрудничества и Комитета Совета Федерации по международным делам. Заседание провели председатель Государственного Совета Республики Фарид Мухамедшин и председатель Комитета Совета Федерации Михаил Маргелов. Основным вопросом стал законопроект о внесении изменений в федеральный закон о координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. Фарид Мухамедшин предложил рассмотреть возможность разграничения процедуры согласования проектов соглашений, которые заключают регионы и проектов соглашений законодательных и исполнительных органов власти субъектов. Считаю, что очень важно, что мы проводим совместное заседание с представителями обеих палат Федерального Собрания, поскольку задача носит такой объективно общий характер, и будем считать, что мы выполним свою миссию и возложим на нас задачу, если в готовящиеся документы, в целом проблемы, связанные между граничным и приграничным сотрудничеством, мы будем вносить какой-то позитив, какие-то свои предложения. Увеличить туристический поток в Татарстан и экскурсионы внутри республики почти до 4 миллионов человек, а прибыль от отрасли до 12 миллиардов рублей. Такую задачу ставят перед собой в Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму республики на ближайшие 7 лет. Сегодня на коллегии ведомства утвердили программу по развитию этой сферы до 2020 года. Для сравнения, в прошлом году посмотреть на Казанский Кремль, Болгары и Свияжска, а также познакомиться с другими достопримечательностями Татарстана приезжали полтора миллиона человек. Мне трудно найти субъекты, наверное, и страны, которые за последние три года так много вложили в развитие туристической инфраструктуры. Конечно, это нужно работу продолжать, но очень важно получить сегодня необходимую отдачу, получить сегодня тот результат, который мы можем и должны получить. Роспотребнадзор требует закрыть два столичных автосалона. Крупный фитнес-клуб и мебельный магазин. У всех выявили нарушения в работе с покупателями. С таким итогом в республике закончилась неделя качества. Правда, обращений от потребителей было гораздо больше. Почти 4 тысячи в Роспотребнадзор и около 18 тысяч в госалкогольную инспекцию. На что еще жаловались татарстанцы, расскажет Альвина Батышина. Жалоб по защите прав потребителей по сравнению с прошлым периодом выросло на 20%. Столько в республике еще не жаловались. В Роспотребнадзор в этом году поступило 3600 жалоб, а в госалкогольную инспекцию почти 19 тысяч. И почти все жалобы обоснованы в 90% случаев. Права потребителей действительно нарушались. В структуре обращений 44% это приходится на жалобы в сфере реализации товаров. Из них почти 80% обращений связаны с реализацией непродовольственных товаров, ненадлежащего качества. Чаще всего это приобретение сотовых телефонов и других технически сложных товаров, обуви. Чаще стали жаловаться на сотовых операторов и банки. На финансовые учреждения уже подали почти 300 исков в суд. Татарстанцы с помощью Фемида возвращают все, что банки взяли незаконно. Страхование жизни и здоровья, уплаченные комиссии за снятие и внесение денег на счет. Банки после поражения в суде вернули своим клиентам 14 миллионов рублей, плюс 122 тысячи компенсацию морального вреда. А госалкогольная инспекция выявила, что некоторые товары в магазинах еще и опасны. Инспекторы постоянно проводят дегустацию продукции различных производителей. Накануне исследовали сосиски, полукопченая колбаса, сгущенное молоко. Выявлен ряд серьезных нарушений потребительского законодательства практически в результате каждой потребительской дегустации. В реализации обнаружены товары, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения. Кроме того, приходится бороться и с контрабандой. Есть предприимчивые граждане, которые незаконно возят водку из Казахстана. Полиция перекрыла несколько каналов поставки. Изъяли 15 тысяч литров фальсифицированного напитка. Поскольку жалоб на кричительные напитки тоже немало, открыли даже отдельную горячую линию. Альбина Батышна, Растам Садри, Вести, Татарстан. Сегодня в Доме журналистов прошел круглый стол по проблемам пациентов с легочной артериальной гипертензией. Это редкое заболевание. Подобный диагноз ставит лишь 25 людям из миллиона. Но последствия его ужасающие. Из-за высокого кровяного давления в артериях может отказать правая половина сердца. И на данный момент способ излечить его полностью не существует. Можно только немного улучшить качество жизни пациентов. Но основная сложность ее на круглом столе обсудили в первую очередь недостаток лекарств. Специалисты считают, что решить ее поможет только включение в специальную государственную программу. Во Дворце спорта продолжается меховая ярмарка. На этот раз покупателям предлагают новые коллекции. Какими моделями пополнился ассортимент, выясняла Наталья Белкина. Зима уже не за горами, а значит пора идти за шубой. Новые коллекции предлагает выставка продажи «Империя меха». Даже самая капризная покупательница найдет здесь обновку. Особенно интересна новая коллекция норковых изделий от фабрики «Зимняя сказка» и город Киров. Также большой выбор пушнин различный, шубки из бобра, изнутри. Новая коллекция дубленок. И огромный выбор мотоновых шуб. То есть, огромный выбор, отличное качество. Всегда ждем своих покупателей. Более трех тысяч шуб и дубленок разного фасона. А выбор меха поражает разнообразием. Норк и енот-песец. Также встречаются и редкие модели. Например, из каракуля. Они считаются эксклюзивными. Представлены меховые жилетки и кожаные куртки. Выставка проходит во Дворце спорта. Она продлится до 24 ноября. Екатерина Сударева, Наталья Белкина, Равкадзиадинов. Вести. Татарстан. И возвращаясь к главным событиям. В эти минуты на канале России идет футбол. Наша страна в товарищеском матче встретится с Южной Кореей. Главный тренер нашей сборной высказал соболезнования родным. Игроки в траурных повязках. Матч начался с минуты молчания. Также стартовал чемпионат России по плаванию. Проходит он в эти дни в Казани. Уже в первые часы после трагедии все спортивные команды города выразили соболезнования родным и близким погибших. По решению континентальной хоккейной лиги 18 и 19 ноября все матчи начинаются с минуты молчания. Подобное уже происходило в сентябре 2011. Тогда под Ярославлем разбился самолет с командой «Локомотив» на борту. Они не видят в такой ситуации возможности доиграть этот матч. И я думаю... Для каждого из хоккейной команды «Акбарс» эта трагедия личная. На борту самолета, выполнявшего рейс Москва-Казань, находилась бывшая сотрудница клуба, жена комментатора Романа Скворцова. Элина раньше работала в рекламной службе «Акбарса». В Казань она летела вместе с дочерью Дарьей. Слова поддержки в эти дни прозвучали от хоккеистов Нижнекамского нефтехимика и сборной России. Казань, держитесь, мы с вами. Трагедия. Авиакатастрофа в Казани. Покойтесь с миром. Свой вклад в помощь близким погибших решили оказать и в баскетбольном клубе «Уникс». По решению руководства команды на матче Кубка Европы «Уникс» Макаби Хайфа он состоится завтра. Организуют сбор средств для семей погибших. Все деньги с продаж билетов также будут перенейны. Участники чемпионата России по плаванию, которые в эти дни проходят в Казани. После трагедии там отменили все церемонии награждений. Эмоций у меня особых нет. Сегодня праздновать нечего в связи с вчерашней трагедией. Поэтому, знаете, во время заплыва даже 100 метров куплыл. В голове только мысли были о вчерашнем происшествии. Поэтому радоваться не особо охота сегодня. Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло также вырезал свои соболезнования родным и близким погибших. Он рассчитывает, что товарищеский матч России-Южная Корея начнется с минуты молчания. А игру футболисты национальной команды проведут с траурными повязками. Зелегарипова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.